Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 43-я глава. Величие высоты, твердь чистоты, вид неба в славном явлении. Солнце, когда оно является, возвещает о них при восходе чудное создание, дело Всевышнего. Мы не видим тверди во всей ее высоте и чистоте неба, прежде чем не взойдет солнце и не осветит его. Таково свойство имени Господня, являющегося в душе человека. Открывать всю высоту и красоту Божьего мира, но вслед за поклонением его Творцу, его Создателю. В полдень свой оно, солнце, иссушает землю, и пред жаром его кто устоит? Распаляют горн для работ плавильных, но втрое сильнее солнце палит горы. Дыша пламенем огня и блистая лучами, оно ослепляет глаза. Насколько слабее глаза человеческие света солнечного, и насколько беспомощен человек перед жаром его, настолько и перед величием славы Господней изнемогает всякий ум человеческий. Велик Господь, который сотворил его, и по слову его оно поспешно пробегает путь свой. И луна всем в свое время служит указанием времен и знаменем века. И нам с вами. По лунному календарю определяется у нас и праздник Пасхи. От луны указание праздника. Свет ее умаляется по достижении ею полноты. Месяц называется по имени ее. Она дивно возрастает в своем изменении. Это глава вышних строев. Она сияет на тверде небесной. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение, владыка на высотах. Такие эпитеты красочные о луне приводит наставник для того, чтобы мы, изумляясь при мудрости Божией, приносили ему хвалу. По слову святого, звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем. Величественным кругом своим она обнимает небо. Руки Всевышнего распростерли ее. Мы помним, когда по завершении Всемирного потопа Господь являет милость свою и утверждает ее знаменем радуги. В память о том, что более не погубит он род человеческий потопом. По велениям его скоро сыплется снег, и быстро сверкают молнии суда его. Отверзаются сокровищницы, и вылетают из них облака, как птицы. Могуществом своим он укрепляет облака, и разбиваются камни града. То, что казалось незыблемым, рушится, то, чего не было, легко и ясно вдруг является. И как облака, и легче их оказываются тверди земные, и высоко недосягаем Господь в могуществе и славе своей, который имеет всякую власть над всем земным. От взора его потрясаются горы, и по изволению его веет южный ветер. Голос грома его приводит в трепет землю, и северная буря, и вихрь. Он сыплет снег, подобно летящим вниз крылатым, и не спадение его, как опускающаяся саранча. В красоте белизны его удивляется глаз, и не спадение его изумляется сердце. Россия — страна благословенная, и знает она как свет солнечный и радость зеленых лугов и спелых полей, так и красоту снежных покровов, в которых также прославляется Господь премудростью Своею. И как соль рассыпает он по земле иней, который, замерзая, делается остроконечным, подует северный холодный ветер, и из воды делается лед, он растилается на всяком вместилище вод, и вода облекается, как бы в латы, поедает горы и пожигает пустыню, и как огонь опаляет траву. Но скорым исцелением всему служит туман, появляющаяся роса прохлаждает от зноя, вновь возвращается к жарким временам, премудрый наставник, и вынуждает нас во всем круговороте года Богом установленного находить повод для словословия его. По велениям своим Господь укращает бездну и насаждает на ней острова. Плавающий по морю рассказывает об опасностях на нем, и мы дивимся тому, что слышим ушами нашими. Только ли о моряках повествует это священное слово? Конечно же, нет. Слуху нашему, кто внял и кто открыл сердце свое для того, чтобы веровать, что это за моряки, которые рассказывают о делах дивных, а мы дивимся тому, и если не верим, то многое теряем, не воздав славу Богу, а если уверуем в проповедь ходивших по морю некогда рыбаков, а потом ставших учениками христовыми, то великой благодати сподобляемся и великим милостям отверзаем сердце свое. Ибо там необычайные чудные дела, разнообразие всяких животных, роды чудовищ. Через него все успешно достигает своего назначения, и все держится словом его. Многое можем мы сказать, и однако же не постигнем его, и конец слов, он есть все. По-церковно-славянски звучит это «все есть той». «Где возьмем силу, чтобы прославить его, ибо он превыше всех дел своих? Страшен Господь и весьма велик, и дивно могущество его. Прославляя Господа, превозносите его, сколько можете, но и затем он будет превосходнее. Не думай, что своими похвалами или каким-либо словом высоким ты можешь приблизиться к подлинной высоте Отца и Творца, Создателя всяческих. «И величай его, прибавьте силы, но не трудитесь, ибо не постигнете. Кто видел его и объяснит, и кто прославит его, как он есть? Много сокрыто, что гораздо больше сего, ибо мы видим малую часть дел его». «Все сотворил Господь и благочестивым даровал мудрость». В чем же мудрость? В том, чтобы признать свое пред Богом несовершенство, свою малость, свою неспособность воздать ему все хотя бы чем-то за то, что он воздал нам. Это бесполезные усилия каким бы то ни было образом сквитаться с Господом за любовь его, за величие и милости его, но только сокрушенное и смиренное сердце, но только благоговейные благодарения и воспевания Создателя и является и целью, и смыслом, и блаженством жизни, и мудрый уразумеет это. Продолжение следует...